Слово предоставляется благотворительному фонду «Живи сейчас». Лугова Наталья, город Москва, директор фонда. Наталья, мы вас слушаем. Благотворительный фонд «Живи сейчас». Наш фонд занимается помощью людям с боковым метрофическим сколерозом. Мы единственные в России фонд, который выстраивает системную работу с этими пациентами. У фонда есть несколько основных программ. Я хочу в своем рассказе сегодня остановиться только подробно на двух программах, поэтому упомяну их в конце. Программа исследования – это программа, которая включает как проведение исследований в Российской Федерации. Мы проводим сейчас, например, эпидемиологическое исследование. Мы проводим исследования по изучению пути пациента, где на каком этапе его вообще государственная система видит, система здравоохранения, на каком этапе теряется, где он получает помощь, где не получает. И делаем это в сравнении на примере нескольких регионов. Мы принимаем участие в крупнейших международных исследованиях, в том числе в генетических исследованиях, с целью прояснения ситуации, почему боковой метрофический сколероз возникает. На сегодняшний день никто не знает причины возникновения этого заболевания и, к сожалению, нет никаких вариантов лечения этого заболевания. Есть только сопровождение пациентов, которое может существенно улучшить качество жизни и в какой-то степени продлить жизнь, но, к сожалению, не вылечить и не остановить болезнь полностью. Тем не менее, в мире проходит множество исследований. Параллельно с этим сейчас мы получили уже подтверждение, что в России будет проходить третья фаза одной из групп препаратов. Это препараты мастениб вместе с ревозолом, которые показали на первых двух фазах существенное улучшение по сравнению с тем, что было раньше, замедление болезни. И вот сейчас мы скоро начнем набор наших пациентов для участия в этом исследовании. Есть еще ряд исследований, в которых участвует фонд или организует их. Информацию о них можно будет посмотреть на нашем информационном портале. Она постоянно обновляется. Информационный портал создан для врачей и для пациентов, ILS Info. Всегда можно зайти и посмотреть, там много информации. Программа повышения осведомленности. В рамках программы повышения осведомленности мы проводим различные мероприятия, как для пациентов и семей, так и, в принципе, для всех жителей нашей страны или какие-то городские мероприятия, чтобы как можно больше иметь возможность рассказывать о том, что пациенты с баз есть. И это такие же люди, которые нуждаются и в помощи, и в поддержке, но при этом получая эту помощь и поддержку, они вполне себе даже после получения диагноза имеют возможность вести активную жизнь. Программа волонтерства работает у нас как в регионах, так и в Москве. Мы обучаем волонтеров-визиторов. Это отдельная категория, которая проходит обязательную подготовку в последующей супервизии психологов. И это те волонтеры, которые подготовлены, идут в семьи и помогают в семьях с семейными делами, помогают с какими-то бытовыми вопросами помочь, пересадить, потому что не хватает сиделок, выйти на улицу погулять и другие какие-то такие достаточно сложные вопросы. Плюс у нас есть волонтеры самого разнонаправленности, в том числе и волонтеры-врачи. Если у кого-то будет желание присоединяться к волонтерству в нашем фонде, мы всегда рады. Это короткая история вот про три более, скажем так, меньший размер программы. А теперь одна из наших основных программ, самая крупная, это, конечно, служба БАЗ. Служба БАЗ – это с 2012 года. Изначально фонд создался в 2015 году. В 2012 году создавалась благодаря инициативной группе врачей и родственников пациентов, собиралась потихонечку мультидисциплинарная команда врачей. На сегодняшний день в команду входят неврологи, палеотивный врач, пульмонолог, специалист по респираторной поддержке, физический терапевт, эрготерапевт, нутрициолог, логопед, психолог, патронажная сестра, специалист по альтернативной коммуникации. У нас выстроена достаточно плотная коммуникация между всеми этими специалистами, и мы стараемся именно благодаря этой комплексной поддержке максимально эффективно работать с нашими пациентами. Повторюсь, у нас нет географических ограничений. Мы принимаем пациентов по всей России и оказываем им помощь, в том числе и предоставляем удаленные консультации врачей. Мы работаем с клиниками, которые имеют лицензию на телемедицину и имеют возможность в том числе удаленно консультировать наших пациентов. Мы активно уже больше двух лет ведем работу с государственными структурами. На сегодняшний день уже в более 40 регионах Российской Федерации нам удалось добиться как получения оборудования для наших пациентов специализированного. Это и аппараты ИВЛ, не ИВЛ, это и откашливатели, это средства реабилитации и многое другое. У нас есть четкий алгоритм, по которому мы проводим семьи за руку, для того, чтобы они имели возможность это получить. И если в регионе нет возможности настроить оборудование, мы подключаем наших экспертов, которые консультируют местных врачей и дают им возможность самостоятельно научиться настраивать это оборудование. У нас есть достаточно большой парк оборудования свой. На сегодняшний день на балансе фонда больше 120 аппаратов ИВЛ, НИВЛ, плюс порядка 20 откашливателей. Мы в основной своей массе передаем это оборудование либо на тот период, когда в регионе идет процесс закупки, а у пациента уже острой дыхательной недостаточности оборудования нужно, либо если пациент в реанимации оказался и пока нет свободного ИВЛ, либо если все-таки в регионе совсем плачевной ситуации и оборудования совсем нет, мы готовы выдать оборудование, помочь его настроить в том случае, когда есть в этом острая необходимость. Но опять же, это временно предоставляемое оборудование. После того, как семья получает оборудование в регионе, мы забираем аппарат обратно, проводим техническое обслуживание, передаем следующей семье. У нас достаточно большая очередь, так как, несмотря на, казалось бы, большой парк оборудований, на сегодняшний день на учете в фонде состоит больше 900 семей. Также семьям предоставляется психологическая информационная помощь. У нас работают психологи не только с самими пациентами, но и с членами семьи. БАС считается не болезнью пациента, да, болезнью семьи, потому что приходится перестраивать всю жизнь вокруг этого человека. И действительно, психологически это очень тяжело. Мы работаем точно так же с региональными фондами и выстраиваем какие-то совместные проекты, потому что, понятное дело, что силами одного фонда, находящегося в Москве, определенный ресурс ограничен, когда ты хочешь помочь пациенту в Иркутске, Хабаровске или во Владивостоке. Поэтому мы готовы и открыты к сотрудничеству и с удовольствием всегда идем на контакт с местными фондами. Вот последний показатель на сентябрь месяц. На учете в фонде составило 873 пациента. С начала года было 1326 приемов специалистов. У нас есть такая форма, как поликлинический прием. К сожалению, сейчас из-за пандемии мы были вынуждены их полностью перевести в онлайн-формат. До этого момента была очень, пользуясь для региональных, особенно пациентов, популярностью форма. В один день мы заранее извещали, они записывались на этот поликлинический прием. В медицинском центре мы собирали всю нашу команду врачей, координаторов. И когда региональная семья приезжала, у них была возможность за один день пройти абсолютно всех врачей, получить все вопросы. То есть не надо ездить по разным клиникам, по разным московским учреждениям. Или искать, где найти нутрициолога, который понимает вообще, как правильно назначать и подбирать питание для пациента. Это или померить жизненную емкость легких, или получить пульсоксиметр, чтобы померить ночную пульсоксиметрию. То есть мы компактно собирали это в одном месте и давали возможность семье, потратив гораздо меньше объема времени, получить ответы на максимально многое количество вопросов. Второй проект, на котором я хочу остановиться, это образовательные проекты. Мы тратим сейчас достаточно много ресурсов, и основное образование у нас направлено на врачей. БАС — редкий диагноз. И чаще всего, когда к нам на учет приходят вставать семьи, мы постоянно выслушиваем истории о том, как много месяцев они ходили в надежде, чтобы определить, что с ними. И потом, даже когда диагноз был поставлен, врачи чаще всего разводят руками и говорят, не знаем, что с этим делать, идите домой и умирайте. Нам очень хочется поменять эту тенденцию. Поэтому сейчас на YouTube-канале фонда уже выложены прямые трансляции тех школ, которые мы проводили. Там освещались вопросы и диагностики, и сопровождение на палеотивной стадии, и различные этапы курации пациента. Мы предлагаем врачам, которые сталкиваются с нашими пациентами, зайти и посмотреть. Там, правда, много полезной информации. Также нами был создан курс на базе Степик. Это специальная образовательная платформа, на которой можно пройти уроки как раз по полному комплексу диагностики и сопровождения пациентов в баз с первого до последнего дня. Там есть возможность не только пройти эти уроки, выполнить тестовые задания, но и задать вопросы. То есть мы собираем обратную связь от врачей, которые проходят это обучение. И этот курс пополняется постоянно. Сейчас открыто 9 секций, и мы надеемся, что в ближайшее время будут выложены еще 2. Также мы сейчас получили грант, и в рамках этого гранта в 2020-2021 году будет реализован проект по респираторной поддержке, школа респираторная. Это наш первый проект, которым мы подготовили не узко по боковому аммиотрофическому сколерозу, с учетом того, что мы постоянно сталкиваемся с нехваткой специалистов, знающих грамотную респираторную поддержку. Особенно если мы говорим о неинвазивной поддержке. Мы собрали вокруг себя экспертов. Это будет очная школа. Мы из регионов будем привозить врачей, оплачивать им перелеты проживания в Москве. Школа будет длиться 5 дней. На протяжении этих 5 дней ведущие спикеры по вопросам кардиологии, пульмонологии, неврологии и реаниматологии будут рассказывать об особенностях респираторной поддержки разных пациентов, совершенно с разными диагнозами, совершенно в разной ситуации. Будут представлены различные аппараты для инвазивной и неинвазивной вентиляции, различные виды масок. И у врачей будет возможность, что называется, своими руками покрутить это, попробовать друг на другу понастраивать и задать все возможные вопросы. После обучения 5 дней будет у специалистов, прошедших обучение, возможность проходить супервизию несколько раз по итогам школы. И уже после возвращения в регион и внедрения в практику своих новых полученных знаний, собрать какие-то вопросы, которые в процессе работы возникли, и вернуться с этими вопросами к нам. Это будет проходить при поддержке, в том числе Минздрава, и за эту школу врачи будут получать баллы НМО. Сейчас мы будем как раз, собираем заявки желающих пройти это обучение. Если для кого-то из слушателей это будет интересное предложение, присылайте заявку в фонд, мы с удовольствием свяжемся с вами. Спасибо вам большое за возможность рассказать коротко о фонде. Всего вам доброго. Наталья, спасибо большое. Вам тоже всего доброго в таком нелегком деле. И вы очень большие молодцы. Признаюсь честно, я знаю лично людей из фонда «Живи сейчас». И я передаю им всем огромный привет. Они правда все огромные большие молодцы. И в свое время они тоже мне дали очень много полезной и нужной информации, которая пригодилась мне в работе. Поэтому если у кого-то есть возможность поучиться в фонде «Живи сейчас», то это надо непременно сделать. Спасибо огромное. Всего вам самого доброго.